Все новое, хорошо забытое, старое. В 12 областях России началось тестирование нового комплекса под старым советским названием «Готов к труду и обороне». В Анапе воспитанники 10 спортивных школ сдают нормативы. Сегодня это тестовые соревнования, это еще пока неофициальные. Мы сейчас опробуем среди наших юных спортсменов от 16 до 17 лет. В основном это воспитанники детской спортивной школы. Комплекс ГТО состоит из шести этапов. Подтягивания, приседания, пресса, отжимания, прыжки через скакалку и челночный бег. Мальчики и девочки сдают нормативы по-разному. Юноши подтягиваются традиционно, а девушки с положения лежа. Рекорд в этом состязании у 13-летней воспитанницы отделения спортивной гимнастики спортшколы «Виктория» Рима Маргарян. Подтянулась 67 раз. Мне понравились пресс и отжимания, потому что я когда всегда тренируюсь, у меня это больше всего получается. Нормативы сдают на время, а пока ожидают результаты, отдыхают и смотрят концерты творческих коллективов. Одновременно работают интерактивные площадки. После соревнований спортсмены соревнуются еще и в пении. Лучшие получают призы. Выиграв испытания, получали призы. Спортсмены из Пензы – пловцы. Специально пришли на интерактивные площадки. Все делегации прыгали через канат. Мне все нравится, очень хорошо, интересно. Тренера нам устраивают разные игры. Победители прошли все этапы с лучшими показателями. Пальма первенства среди юношей. У воспитанника первой спортшколы Эдуарда Казарьяна. Золото среди девушек завоевала Мария Демина из спортшколы номер 4. Это довольно интересно, это увлекательно, для молодежи полезно. Здесь зависит от твоей подготовки. Всем участникам вручили грамоты, значки с аббревиатурой ГТО. Победителям от молодежного совета подарили особые подарки. Подготовили два спецприза. Это от мобильной телефона для победителей. Также наградили выдающихся деятелей образования, культуры и спорта. Для справки, нормы ГТО существовали с 1931 по 1991 год и теперь возвращаются. Население в возрасте от 10 до 60 лет будет сдавать нормативы по 11 ступеням.